Восьмилетняя Настя Лаврентьева с виду абсолютно здоровый ребенок чуть меньше года назад была на волосок от смерти, рассказывают родители. Остановка дыхания, кома, сутки в реанимации. Врачи диагностировали эпилепсию. Теперь здоровье девочки зависит от таблеток, положенных ей бесплатно. Но необходимого лекарства, по словам мачехи Настя, в поликлинике просто нет. Препарат это жизненно необходим для ребенка. То есть последствия могут быть судороги, остановка дыхания, опять реанимация и все что угодно. То есть здесь никто, даже врачи нам не могут дать никакой гарантии. Они нам дают только гарантию при регулярном 12-часовом приеме этого препарата. Отметка о строгом соблюдении режима в сухом врачебном рецепте заканчивается восклицательным знаком. Всего 4 таблетки в сутки, строго в указанное время. Имеющихся в семье не хватит и на 2 дня. Купить их тоже непросто. В аптеке лекарства доставляют под заказ. В поликлинике, правда, говорят родители, предлагали более дешевую замену. Здесь написано, что этот препарат нельзя заменить другим. Я ему переворачиваю вторую страницу. Там написано, препарат нельзя заменить другим препаратом. А он говорит, ну, понимаете, для меня вторая страница ни о чем не говорит. Врач-эпилептолог конкретно нам указала, что нам показан только этот препарат. И замене он не подлежит. Между тем, ситуация не единичная. На нехватку медикаментов в городских поликлиниках телезрители регулярно жалуются в редакцию. Например, на днях за Волгой жительница Ярославля не смогла получить лекарство, положенное при болезни Паркинсона. В облздраве поясняют, причины всегда разные. В данном случае возникли сложности на таможне, но проблему уже решили. Заранее, не в последний день, когда заканчиваются лекарства, обращаться в поликлинику. Если что-то не получается по конкретному торговому номинованию, подойти к завполиклинике и, соответственно, можно все решить. Можно обратиться к нам на горячую линию по телефону 731793. Вот и в случае с Настей все объясняют тем, что родители поздно обратились за лекарством. Впрочем, рассказать об этом на камеру врачи отказались. Правда, позже передумали, но ответ держали уже по телефону. Я позвонил в департамент, поднял трубочку. Через 15 минут мне уже пообещали, что препарат будет завтра уже в аптеке. То есть, ну, сегодня. И он сегодня уже в аптеке. Главное, чтобы таких проблем не возникало впредь. Ведь на этом этапе, надеются родители Насте, болезнь еще можно вылечить. Нина Колцына, Сергей Мозилов и Георгий Иванов. День в событиях.